Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет назад он ушел в свое всесветное бродяжничество? Да, а здесь даже не изменилось ничего. Те же кожаные диваны, те же темные поблекнувшие обои, те же портреты генералов по стенам. Все старо, точно и не уезжал. Достает только быстрых, тяжелых шагов матери, да и ее резкого, бранчевого голоса. Мать умерла в его отсутствии. Челюк поморщился, вспомнив, как здесь в этой комнате 12 лет назад разыгралась горькая тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он точно на злом матери унаследовал ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. Шесть классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Как-то во время опроса переслал записку слабому товарищу. Вышла неприятность с педагогом, и юношу выгнали с волчьим паспортом. Узнав об этом, мать наговорила сыну столько злых слов, что Челюку до сих пор было жутко при воспоминании об этом. Отец тогда испуганно зажал уши и выбежал из комнаты. Отец ничуть не изменился за двенадцать лет. По-прежнему слаб, женолюбив и не может жить без опеки. Кстати, как неприятно это его Александра Кузьминишна. Только у скверных людей бывают глаза, как у нее, злые, буравчиком. Отец кажется в полном у нее подчинении, влюблен как кот, и под башмаком, ясное дело. Какого-то уживается с ней Катюша. Вот уж не ожидал, что не повидаю ее. Уехал на целый месяц какой-то подруге, да еще бог знает куда, в Саратовскую губернию. Через месяц я за три девять земель буду. А как хотелось бы повидать. Катя была младшая сестра Александра Николаевича. Когда, против воли порешив с гимназии, он с отчаяния решил уйти из дома, Катя одна искренне плакала о нем. Мать с ним и проститься не захотела, а отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше. Катя тогда была двенадцать лет. Теперь она уже взрослая девушка, вероятно, красавица. Белое румяное личико с большими темными глазами, ясными, чистыми и правдивыми. На душе теплеет, как ее вспомнил. Эта личика часто грезилась ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на лексинатских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он с десятками товарищей землекопов на линии Техоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти двенадцать лет. Чем только не был он в Америке. Землекоп, разносчик газет, посыльник, мелкий бокалейщик, матрос, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, камоевой ежор, и, наконец, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке. Саша, можно к тебе? Разумеется, папенька. Ага. Дверь мы, пожалуй, запрем. Что это, папенька? Почему такие предосторожности? Видишь ли, друг мой, ты меня извини, пожалуйста, что потревожил твой сон. Да я не спал. Но тем лучше. Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле, и не секретно. Главное, чтобы она не слыхала. Кто она? Александра Кузьминична, что ли? Да. Как вы добрейший папа, перед ней трепещете. Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и притом... притом... ну, в общем, очень мне дорога. Что ж дальше? Саша, признайся, очень ты меня презираешь. Вас за что? Вам только 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья настоящий, и компетентный. Что ж вы нахмурились? Я должен тебе признаться, Саша, это, конечно, очень странно, но Катя не живет у меня больше. То есть? Она ушла от нас. Как ушла? Куда? Совсем ушла. Не поладилась Александра Кузьминична, и не захотела оставаться с ней под одной крышей. Так потихоньку и ушла. Ты же знаешь теплую слободу. Тут близко, под городом. Там ее кормильца Федосий живет. Кружевниц, помнишь? У Федосии поселилась. Это бред какой-то. Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, теперь вот дочь. И потом я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку. Александра Кузьминична действительно была резка с нею. А у вас не хватило характера вступиться за дочь? Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться. Я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и не дал бы Катю в обиду. Но Катя сама была не права. Она возненавидела Шурочку, едва та вошла в дом. Сцены следовали за сценами. Я был мучеником между этими двумя женщинами. Охотно верю. Дальше. Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Вот она. Прочти. Папа, мне тяжело в вашем доме... Папа, мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна, у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег. Но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану. Лучше умру. Не сердитесь на меня за это. А я и не сержусь. Ваша... Ваша Катя. Позвольте, папа, в этой записке нет ни одного знака препинания. Мерзкий почерк. Полно ошибок, грубых, непозволительных. Неужели ты Катя писала? Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку. А последние годы она и книги в руки не брала. Хорошо же вы ею занимались. Но что она может делать у этой Фроссии? Фроссия отличная женщина, я помню. Но даром держать Катю не станет. Необразованная, воспитанная белоручкой. На что она ей? Саша... Мне передавали, будто Катюша наша ужасно опустилась. Стала совсем как крестьянка. А главное, забыла всякий стыд и женственность. Что? Да, да, дорогой. И говорят, наконец, любовник. А? Каково это слышать? Продолжайте. И не один, а много. Я бы все сказал. Действительно, вполне достаточно. Что ты? Позволь, куда ты? В теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас? Я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не за тем говорил. Не могу же я оставить свою родную сестру в таком положении. Хотите, чтобы я вернул ее к вам? Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Смеяться будут все. А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии. Увы, увы. Ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу. Очень большую. Уговори ты Катю уехать. Куда? Да чем дальше, тем лучше. Чтобы забыли про нее в здешних местах. А то вечно под боком живой упрек. И всякий этот упрек видит. Я вот что сделаю. Я предложу ей уехать со мной. В Америку? Зачем в Америку? Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей. И денег ей дам. Ах, Саша! Если б ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился. Эх, папа! Александр Николаевич махнул рукой, взял шляпу и вышел. Скоро он уже шел узким пролеском между двух волнующихся морей желтой ржи. Все-таки спасибо матери, что она родила меня, похоже на себя, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство. Это черт знает, что такое. Особенно, если долго их не видишь и подвыкнешь. Право, если подумаешь, что при другой, более нежной маменьке, из меня, пожалуй, развилось бы что-нибудь этакое, расплывчатое. Можно извинить покойнице всей упорки, затрещины и колотушки. Айсан Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу повозку, чтобы в лице кучера не сделать всю отцовскую прислугу свидетелем свидания. Не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу туда он помнил с детства. Теплая слобода была местом шумным и людным. Дород здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый. Ее ковачи, бабы-кружевницы и огороды далеко славились. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались, как черти воды. Айсан Николаевич обратился к самому дюжему мастеру. Бог в помощь. Здравствуйте, и вы. А где здесь почтенный живет Федосий Ивановна, кружевница? А зачем вам тетку Федосию? Милый, ведь тебя не теткой Федосией зовут. С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо? Нет, я ведь почему спросил? Федосия Ивановна-то, родная тетка мне выходит. Вот она что. Я у нее заместо сына сызмалу принят. Челюк невольно залюбовался говорившим. Он и сам был крепыш, но таких богатырей-красавцев, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи были засучены и обнажали огромные мускулы. Здорово же ты, брат! А что мне делается? А тетки-то нету. В город ушла плетеное продавать. Вы за кружевом, верно? Да, за кружевом. Тогда ничего, пройдите. Там Катерина Николаевна принять может. Желится у нас. И что готового есть, покажет. Я сейчас расскажу, как идти. Фидоськина усадебка была из самых исправных в Слободе. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Загремел замок, скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка, потирая руки о передник. У челяка задрожало сердце. Здравствуйте. Вам кружевов? Вы не осудите на ожидание. Клубник убрала. Сходит она у нас. Вы Катя Челюк. А я Александр Челюк. Ваш брат. Из-за границы. Братец Саша. Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обмел ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, большая, статная. Войдите в хату, братец. Я самовар поставлю и приберусь, пока вскипит. Когда они сели за стол, Челюк сразу решил обратиться к делу. Да, много воды утекло. Перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уже не говорю. Но вот ты... Признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь. Вы не судите меня строго, братец. Я ведь долго терпела. Это я понимаю, Катя. Но меня удивляет, зачем ты сюда ушла. Будь со мной откровенна. Прошу. Да я и не скрываюсь, братец. Я только боюсь, что не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а вроде того. Меня маменька аспидной доской по голове часто била. Сама про себя я много думаю и что скажут мне соображаю. А вот говорить, смерть моя, тоже и памяти нет. Верите ли? Чему меня учили, все я забыла. Писать стану, буквы путаю. Вот, как видите. Она подняла руку к колбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина. Большого напряжения стоила ей произнесенная речь. Вот что. Это для меня новость. Да это ничего. Мне один доктор сказал, что я в своем уме весь век доживу. Вот только способностей у меня никаких. Ну хорошо, послушаем. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но люди нашего сословия берутся за него только в крайней необходимости. Чтобы уйти от него при первой возможности. Как и я вот теперь ушел. А ты никому не обратилась, ни к родным, ни к знакомым. А сразу сюда ушла. Отчего? Видите ли, братец, долго думала я, куда уйти. Стала пытать себя. На что сгожусь? В гувернантке ли? В учительшель? В акушерке вот очень хотелось. Нет. Словно каменная у меня голова. Ничего-то к ней не пристает. Что сейчас выучу, через полчаса забуду. Один только туман остается. Тут мне доктор этот и подвернулся. На что, говорит, не надейтесь, у вас не все дома. И знайте, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе. Стыдно, Катя. Ну вот я и подумала. Раз головой не могу своего хлеба найти, руками найду. А мама Федосия всегда мне нравилась. И ко мне всегда была добра. Катя, ты молодец. Только этому конец положить надо. Я тебя увезу отсюда. Что ты, братец, не надо. Я здесь при деле и привыкла. А в Петербурге дурочкой жить между людьми не согласна. У меня же гордость имеется. Не обижайтесь, братец, родной. Оставьте меня, как нашли. Не вырошите. Как мне будет у новых людей, еще бабушка надвое сказала. А здесь... Я люблю. И меня любят. Позволь, Катя, я вижу, что ты честная девушка. Но отец намекал мне о каких-то дурных слухах. Я знаю, что на усадьбе про меня говорят. Но вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Да и допустила бы матушка. Она у нас строгая, святая. Все знают. А я... Замуж я собираюсь. За кого же? За здешнего? Да. За Максима. Матушкина племянника. Ты его любишь? Люблю. Очень уж хороший он человек. Мало таких на свете. И меня крепко любит. Ах, Катя, Катя. Так не поедешь со мной? Нет, братец, простите, не поеду. От добра добра не ищут. Ну, как хочешь, дитя мое. Не волить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Но я богат. Позволь хоть деньгами помочь тебе. А вот за это спасибо. Мы оттого и свадьбы не играем, что надо новую хату ставить, а не на что. Вот и слава богу. Ой, а я ведь твоего Максима уже видел. Ой. На, право, видел. Он станок починял и дорогу мне показывал. Ведь это... Он идет по двору. Он, точно. Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто кесло. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться. Ага. Еще раз здравствуйте. Максим, это мой брат Александр Николаевич. Из-за границы приехал. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить. Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что казалось, он весь засветился. Он низко поклонился и протянул руку черюку. Так вот вы кто. Что же, очень приятно. Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Пробормотав несколько шаблонных фраз, вялых и бесцветных о своей радости за сестру, Челюк резко оборвал речь и стал прощаться. Дайте мне знать, когда будете уезжать. Я приду в город проводить вас. Я уеду завтра, вечером. Приходи, я тебе кое-что хорошее скажу. Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Едва ступив на порог дома, Челюк распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Отцу он коротко передал подробности своего свидания с Катей. Я буду помогать ей всем, чем потребуется. От вас, папа, прошу одного. Оставьте вы ее совсем в покое. Не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство. Воля твоя, я этого не понимаю. Ты сочти, сколько жертв она приносит. Выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас. Что за люди на свет родиться стали? Не хотят покою. Видите ли, папа, семья, в которой житья нет. Общество, членом которого быть не имеешь возможности. И сословия, значение которого не понимаешь. Вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянула, и она ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых. Его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенение жутко. И не пробуйте понять чужого счастья. И поймете, я сам Катиного счастья не понимаю. И мне ее как-то жалко. А между тем, я видел ее искренне счастливою. Она не наша, своя. Пусть же и счастлива будет по-своему. Отец прослезился и пробромотал что-то неунятное. До Александра Николаевича не стал слушаться. Через час он уже ехал прочь от родной деревушки. Субтитры создавал DimaTorzok